Помните чуваков Megabots Inc, которые вызвали Японию на поединок гигантских роботов? Места, дуэли и время так еще и не были назначены, но зато Megabots получили финансирование на создание первой в мире спортивной лиги пилотируемых боевых роботов. Задумка в том, чтобы сделать из поединков гигантских роботов эдакий спорт будущего. Звучит круто, но сначала провели бы уже бой, о котором раструбили прошлым летом. Привет, меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться с вами своим мыслям по поводу некоторых странных и не очень. События последних дней. А если вы вдруг сами ответитесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующие категории не новостного котелка. И сегодняшний выпуск весь будет о роботах, потому что что может быть круче роботов? Нейронная сеть от Google Джулия начиталась дамских романов с лихвой и, видимо, прониклась настроением. Да настолько, что начала писать стихи. Правда, довольно загадочные. Но этого следовало ожидать, учитывая, каких загадочных персон рисуют в такого рода книгах. Вот один из ее шедевров. Это заставило меня хотеть плакать. Никто не видел его с тех пор. Мне было от этого неуютно. Никто его не видел. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Боль была невыносимой. Толпа молчала. Мужчина возвал. Старик сказал. Мужчина спросил. Там есть и другие в том же духе. Джулии давали две фразы, и ей надо было их связать фразами, похожими по смыслу. В стихах, что я вам прочитала, заданными были первые и последние фразы. Остальное от Джулии. Вот такая искусственная поэзия. А тут, оказывается, Дисней занимается не только мультиками и фильмами, но и роботами. Компания разработала для робо-рук новую трансмиссию, и теперь их действия более точные и чувствительные, что позволяет им работать с очень хрупкими штуками. Обычно суставы рук роботов имеют гидравлические цилиндры, а исследователи Диснея добавили к ним цилиндры с воздухом, которые действуют как амортизаторы. Это дает суставу двигаться в двух направлениях и снижает число требуемых гидравлических линий наполовину. Это делает прикосновения рук мягкими, а действия очень точными. Сейчас эти робо-руки управляются человеком, который через Oculus Rift может еще и видеть робо-глазами. Команда создателей новой трансмиссии рассчитывает на то, что и автоматизированные движения будут такими же аккуратными и бережными. Это здорово. А еще для меня новостью было, что Дисней занимается чем-то подобным. Ну а напоследок расскажу вам про очень маленького робота из высушенного свиного кишечника, созданного для извлечения инородных предметов из желудка без хирургического вмешательства. Его назвали робота-ригами за то, что он попадает в организм человека в сложенном виде, а затем раскладывается. Попадает он в желудок в ледяной капсуле, которая тает уже внутри человека, а там им управляют с помощью внешних магнитных полей. Проводили эксперимент, имитируя застрявшую в желудке батарейку, но якобы робот может высвободить и другие застрявшие в оболочке желудка и кишечника предметы. Затем они вместе покидают тело естественным путем. В дальнейшем робота-ригами надеется научить проводить реальные хирургические операции внутри тела. Например, латать повреждения и останавливать кровотечение, а также доставлять лекарства в нужные участки органов. Это станет весьма востребованным инструментом, ведь по статистике в одних только штатах регистрируется свыше 3000 проглощенных батареек в год, что самому по себе является несколько тревожной статистикой. Неужто они столь аппетитны? На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.ненолости.ру. Спасибо вам. Пока!